Сизифов труд для Виталия Леушева до боли знакомое выражение. Практически каждый год он вынужден делать косметический ремонт в этой комнате. Обои в ней отслаиваются из-за талой воды, которая каждую весну капает с потолка. Неоднократно Виталий Петрович обращался в управляющую компанию. На его заявление реагирует, принимает меры, борется с протечкой. Но весной вода снова и снова портит новый косметический ремонт. Кровля, по всей видимости, нуждается все-таки в более глобальном ремонте. Ну, нельзя же каждый март, женский день, встретить протечки в своей квартире. Вот у нас стоит ведро, там вода, с потолка капает талая вода. Но вода, извините, если бы капала на лоб чиновника, который за это отвечает, может, тогда бы она пробила его сознание. За март это уже второе обращение жителей дома 9 по улице Казамазова. В канун 8 марта нам позвонила Любовь Ланцева. Весенние ручьи били в ее подъезде. Вода попадала на электрощиток. В результате свет периодически пропадал из ее квартиры. В понедельник проснулась ночью, что такое, нет света. Думала, лампочка перегорела дома, значит, посмотрела, нигде нет. Вышла в подъезд, замкнула все, отключился свет везде, во всей квартире. Вызвала электриков по номеру 122. Когда электрик приехал, попросил тряпочку, тряпочкой вытер все. И накрыли пакетиками, может, чтобы не текло. Кап ремонта кровли в этом доме никогда не делали, а сдали его в эксплуатацию больше 40 лет назад. За этот период крыша превратилась в слоеный пирог из заплаток, который на протяжении многих лет ставила управляющая компания, чтобы прекратить протечки в домах жильцов. Кап ремонта здесь ждут с 2019 года, но процесс застопорился еще в самом начале, на этапе составления проекта. В документе площадь кровли указали неверно. Этот проект кровли отдали в фонд капремонта. Там эксперты прекрасно его освоили, финансы на проверку, не проверяя его. Все подтвердили, все пошло. Дальше пришел подрядчик делать капремонт кровли. Он посмотрел документы, говорит, ребята, вы что дали нам? Тут не та площадь, не те деньги, мы это сделать не будем. И в итоге капремонт отменили. Вторая попытка снова была неудачной. В этот раз подвел именно подрядчик. В 2022 году капитальный ремонт кровли в этом доме должна была сделать организация ООО «Мастер кровли из Чебоксар». Но в положенный срок начала работ никто так и не появился. Любые попытки связаться с руководителем компании подрядчика Алмазом Галиулиным оказались тщетные. Вообще не появился. Мы его не видели. Я с ним три раза пытался связаться по телефону. Отвечал секретарь. И секретарь клялся, что он сообщит Галиулину, и тот со мной свяжется. Три раза я звонил, три раза секретарь обещал, и три раза Галиулин меня нагло обманул. Это факт. Фонд капитального ремонта к вероятным причинам протечки крыши относит плохое состояние кровельного покрытия и отсутствие своевременного текущего ремонта, которым должна заниматься управляющая компания. Центр ЖКХ протечки устраняет. Так весенняя капель в первом подъезде уже прекратилась. Течь во втором также пытаются залатать. Но с каждым годом делать это становится только труднее. В силах именно в зимний период, в зимне-весенний, мы, значит, только чистим снег, наледь, просушиваем горелкой и локализуем места протечек. Частичный ремонт этот, ну, небольшими квадратами вырубаем, потому что в основном большими частями мы не можем, так как погодные условия не позволяют. Иначе мы протопим остальные квартиры. В этом году договор на ремонт кровли заключили с той же подрядной организацией ООО «Мастер кровли». Срок выполнения работ до 1 августа 2023 года, сообщили наши редакции в фонде капитального ремонта. Жителям остаётся пережить очередной весенний поводок и надеяться, что в указанный срок подрядчик всё же появится в нашем городе. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.